Вы знаете, прежде чем одержать победу, Бог показывает на корень проблемы. И так же, как волны эти возрастали по количеству, Бог развивал этот процесс. И, как вы помните, в первой половине книги Исаа, Бог показывает историю, показывает проблемы. А затем, начиная с 40-й главы, Бог дает решение. И так, как мы приближаемся к 40-й главе, волны усиливаются. И поэтому, в 28-й и 35-й главах, очень важные концепции содержатся. Потому что Бог разоблачает корень проблемы. Он показывает причины этих проблем, и Он помогает нам спуститься в самый глубь, чтобы вырвать корень и найти правильное решение. Это реальное решение. Пытались ли вы когда-то выкопать дерево или кустарник? И иногда очень трудно это сделать, поскольку он так переплетен в земле. И поэтому нужно еще глубже копать. И только когда вы докопались до корня, можно будет вырывать его. И здесь, в этой волне, главы 28-35, что мы идем глубже и глубже в корень, чтобы вырвать корень кустарника от дерева. Это важно, потому что, как лидеры, люди будут вас представить с проблемами. Это важно, поскольку вам, как лидерам, люди будут говорить проблемы. И вы увидите, что, когда вы будете чувствительны к Духу Святому, Бог будет направлять вас в эти отрывки книги Исаии. Я могу сказать вам наверняка, что за последние 30 лет Бог меня постоянно возвращал к Исаии. И такое ощущение складывается, что, прежде чем одержать большие победы, я много времени проводил в этой книге. Поэтому очень важно ожидать Господа и позволить Духу Святому направить вас в это Писание. Потому что Дух Святой даст вам понимание и откровение. И в первом стихе я видим проблему горе в венку гордости пьяных ефремлян. Гордость — это всегда корень проблемы. И затем посмотрите, почему они были настолько горды. Он говорит, что «Увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином». Вы понимаете, почему Бог обращается к Ефремлянам? Потому что Ефремляне — самое сильное колено из 10 северных колен. И Ефремляне очень горды. То есть, и они напились, и Бог это показывает нам. И Бог использует метафору, потому что они пьяные не от вина, но от всего неправильного, от неправильных вещей. Так как они не пили от Духа Святого, они пили из неправильных источников. Можно сказать, что они верили в ложь, они практиковали ложь и колдовство. И там говорится, что там в стихе, что их красивое убранство стало увядшим цветком. То есть, Божий народ должен быть красивым, в его глазах, но они засохли и увяли, стали как цветок увядший. И затем в 7 стихе мы видим корень их ошибок, их заблуждения. Шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священники-пророк спотыкаются от крепких напитков. Что значит, что священники-пророк тоже напились? Ведь священники-пророки — это лидеры. Поэтому если у лидеров проблемы, то как же народ может быть в нормальном состоянии? И Бог всегда свое дело ведет с лидерами. И посмотрите, что это говорит в 9 стихе. Это говорит, кто хочет он научить видение, и кого хочет он научить видение, и кого хочет он выразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока от ученых от сосов матери. То есть лидеры не могут учить познание и видение, если у них самих этого нет. Он сравнивает лидеров с грудными младенцами. Если лидеры ведут себя как дети, как же они и народ могут вести? То есть в 10 стихе заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. То есть вы должны учить народ Слову Божьему строка за строкой. Но они не учат народ Слову. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподним сделали договор. Что означает союз с смертью и договор с преисподней, с Шиолом? То есть люди на самом деле соглашаются с врагом. Они смешали истину с ложью. Потому что, смотрите, что это говорит, это продолжает, и это говорит, мы сделали ложь нашим убежием, и под фальшивом мы себя убежали. То есть ложь стала их силой, и они начали полагаться на ложь. И под обманом они себя прикрывали. И что же Бог говорит дальше в 16 стихе? Вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный. Что же за краеугольный камень является вашим основанием? Это Мессия. Он наш краеугольный камень и основание истины. И затем, что говорится в 17 стихе. Я поставлю суд нырелым и правду весами, и градом истребиться убежище лжи. То есть истина Божьего Слова поразит ложь. И что значит мерило и весы? Божий мерило или Божий стандарт, это Его истина. Видите, когда кто-то что-то строит, то берут измерительную ленту. И также мы знаем, что невозможно возвести прямую стену, если нет прямой линии внизу в основании. И мы не можем построить крепкую стену, прочную стену, если основание, оно неровное. И интересно, что Раши говорит, я положил, я поставил сильно крепкое основание. Бог уже это сделал, Он уже положил основание. И это основание есть Мессия. Интересно, что Раши говорит, Бог положил основание в Мессии. И он говорит о том, когда Мессия придет еще в будущем. Поэтому как такое возможно? Раши говорит, Бог уже положил свое основание в Мессия, и в то же время Мессия придет в будущем. То есть, Бог уже сделал все необходимое для прихода Мессии в будущем. Но в этом проблема. Ведь нам нужно верить, что Мессия все уже готова к Его пришествию, но Он уже пришел, и уже было это. И Бог говорит, что Он тоже что-то будет делать. Посмотрите, в 21 стихе. Он говорит, что Господь будет встать, как на горе Перазима. Он будет встать, как на горе Гаваонской Гивиона, что Он может делать Своё, Своё чудное, Своё действие, и выстать на горе Перазима, как на долине Гаваонской, чтобы сделать свое необычайное дело, и совершить свое чудное действие. Что такое гора Перазим? Если вы помните, когда Гивианцы пришли против Иисуса Навина, то солнце остановилось. Бог позволил солнцу остановиться, чтобы те приобрели победу, полноценная победа и достаточно времени для этого. И так же, как в тот день, Бог сделает замечательное. И дальше, в 23 стихе, «Преклоните ухо и послушайте Моего голоса». «Будьте внимательны, и выслушайте Речь Мою». Это, как я раньше говорил, «Слушайте внимательно, слушайте осторожно». То есть, Бог что-то хочет важное сказать после этого. И следующий стих важен. В 24-й. «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою?» То есть, он проводит аналогию, каким образом фермер, земледелец подготавливает почву. как Бог подоталивает почву, так же, как Бог подоталивает наше сердце. Как он это делает? Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху и рассыпает мин, разбрасывает пшеницу рядами и очмень в определенном месте и полбы рядом с ним. То есть, земледелец сеет различные семена различными способами. То есть, различные семена, различные плоды приносят. Но это важно, что это говорит, что ячмень в определенном месте. Что значит это определенное место? И земледелец сеет свои семена в определенном порядке. Видите, Бог – Бог порядка. Зимледелец не просто хаотично разбрасывает семена. Но он садит их ряд за рядом. Потому, что Бог – не Бог случайностей, который делает все в хаосе. Видите, у Бога есть определенная цель и определенный порядок. Все, что делает Бог, он делает определенным образом. В таком случае, мы должны быть очень осторожны в наших действиях. Мы не можем быть беспечны и делать все хаотично. И нам следует знать, что все, что мы делаем, соответствует Божьему порядку. И затем посмотрите на 26 стих. И таком порядку учит его Бог его. То есть, Бог дает нам определенные конкретные указания. Потому, что если у Бога определенный порядок, тогда нужно специфические инструкции, определенные, давать нам. И в 27 стихе он говорит, The black common is not threshed with a threshing sledge, nor the cartwheel rolled over the common. But the black common is beaten out with a stick and the common with a rod. Meaning, he's got a specific method to the way he has to prepare the ground. And it says, just as the cartwheel doesn't roll over the ground haphazardly, The farmer doesn't trample over his seed. But the farmer has to exercise care in how he grows his seed. And in the same sense, God exercises care in the way he grows us. And so, as leaders, you have to do the same thing, exercising care into how you care for the people. And I love how it says, in verse 29, This also comes from the Lord of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in guidance. See, it is wonderful that God has a plan and he teaches us the right way. And this goes hand in hand, what we said before, About the priests carrying in the ark. There was a specific order that God said to bring in the ark. In the same way, there is a specific order that he wants us to lead his people. We understand the point? Good. Let's go on to chapter 29. So, here God wants to correct our spiritual vision. Remember I said before how God wants us to have open vision. He wants us to see very, very carefully. He wants us to see clearly. So, look what he says in verse 1. Woe to Ariel, to Ariel, the city where David dwelt. Ariel is another word for Jerusalem. It says, let feasts come around, yet I will distress Ariel. What does he mean by let the feasts come around, but he's going to bring distress? We know that God said we should celebrate the feasts. So, why is God saying he's going to bring distress because of the feasts? It's because there was a problem in the way they were celebrating the feasts. See, they were celebrating the feasts, it was becoming empty ritual. Because they were not worshiping in spirit and in truth. And so, we see in verse 11. It says, the whole vision has become to you like the words of a book that is sealed, which men deliver to one who is literate, saying, read this, please. And he says, I cannot, for it is sealed. In other words, the people are reading Torah, but they have no understanding of it. Why don't they understand it? Why don't they understand it? Well, the Lord is going to tell us what the problem is. In verse 13. Therefore, the Lord said, in as much as these people draw near to me with their mouths, and honor me with their lips, but have removed their hearts from me, and their fear toward me is taught by the commandment of man. In other words, they are worshiping, but not from the heart. They have no integrity. They are just giving God lip service. They are just giving God lip service. Isn't this what Yeshua said? And that's why he criticized the leaders. This is important for us to understand. Because the Jewish people say that Yeshua criticized the Jewish people. But he wasn't criticizing the people. He was criticizing the leaders. Because they were leading the people in falsehood. If the leaders didn't have integrity, how would the people have integrity? That's why God says, in verse 14, he's going to do a marvelous work amongst the people. He says, for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hidden. In other words, God is going to do away with the leaders that teach lies. And that's why he says, in verse 15, woe to those who seek deep to hide their counsel far from the Lord, and their works are in the dark. When he says, they say, he's talking about the leaders. So the leaders say, who sees us and who knows us? Surely you have things turned around. Shall the potter be esteemed as the clay? For shall the thing that made say of him who made it, he did not make us? Or shall the thing formed say of him who formed it, he has no understanding? See, the leaders are acting like the pot. Who have not allowed God to form them. Because they formed their teaching by the tradition of men. So they're teaching the people their own knowledge. Not the knowledge of God. And God says, do they think they can hide from me? So God is going to turn things around. So he says in verse 17, Is it not yet a very little while till Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest? In that day the deaf shall hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. In other words, he is talking about the land becoming fruitful in the future. And how was the land going to become fruitful? And how were the deaf going to hear the words, and the blind finally see clearly? It says, the humble also shall increase their joy in the Lord, and the poor among the men shall rejoice. Do you remember when somebody talked about those who are poor in spirit? This is what Yeshua said in the Beatitudes. So here we have a prophecy of Yeshua coming and changing the teaching. We know that Yeshua came to teach those who are humble and meek. Because those were the ones who could receive truth. And those were the ones who could receive instruction. And so, it says here, in verse 21, who make a man an offender by a word and lay a snare for him who reproves in the gate and turn aside the just by empty words. In other words, are we going to go through the gate with lies? No, we're going to go through the gate with truth. I like how it says in verse 23, but when he sees his children, the work of my hands in his mist, they will hollow my name and hollow the Holy One of Jacob and fear the God of Israel. Because when he sees his children, the Holy One of Jacob, they will be holy and holy and holy and holy and holy and holy and holy. Verse 24 is very important. It says, these who erred in spirit will come to understanding and those who complained will learn doctrine. In other words, God is going to make sure that those who walked in error and couldn't understand, they're going to learn his doctrine. and the people will see God's testimonies and they will worship him. And so God will bring transformation when he changes the era of their lies into truth. and then those who were confused and saw out of obscurity, in other words, they saw out of obscurity, they did not see clearly. God will bring clarity. In other words, when the people were confused because they didn't have understanding, when the truth is taught, Then people will come to understanding, and then they will understand clearly. And then they will have clear vision. Because God wants us to have open vision. And now you understand why there is no open vision. Because the people are confused because the leaders are not teaching truth. So here you are in this school, learning truth, so that you can help people clearly understand truth. That's why it's important that you understand the things that the teachers are teaching. And that's why it's a good thing to take the time to learn instruction in the class. And that's why it's important. And that's why it's important. And that's why it's important. So now we're going to continue in chapter 30. And we're going to see how to receive God's grace and transition into covenant relationship with him. Okay. God reminds us in verse 1 that the people are rebellious. So it says, Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me. And in verse 1, God says, Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me. My spirit. How many times do we make a lot of plans? But those plans are not God's plans. We could spend a lot of time doing a lot of planning. But God says that our plans are going to be worthless because they are not of him. And why are the plans not of God? Because they are not of his spirit. It gives us the clue in verse 2. It says, They add sin to sin and they walk to go down to Egypt and have not asked my advice. So it says they strengthen themselves in the strength of Pharaoh and they trust in the shadow of Egypt. In other words, they are making plans without praying and hearing from the Holy Spirit. Because they are trusting in the ways of Egypt. And what are the ways of Egypt? The ways of the flesh. The ways of man. The ways of man. Remember how Egypt took pride in math and science and arts. In other words, Egypt took pride in the wisdom of man. They didn't know the wisdom of God. And how often do we see how when the children of Israel were in the wilderness, they always wanted to complain and go back to Egypt. This is a problem of man. And it's a problem with God's people. We have a tendency to always want to go back to Egypt. It means we have a tendency to want to trust in man's wisdom. Why do we trust in man's wisdom and not God's wisdom? I think sometimes men appear very smart. So we say, ah, this one is very smart, I'm going to listen to him. Maybe that's because they speak with fancy words. Maybe it's because they know a lot of facts. But do you know there's a difference between facts and truth? What's the difference between facts and truth? A fact may be like, okay, maybe you did something and you made a mistake, but the fact is you did the thing. It's just like you go in a court and they try to prevent evidence against you. And they said, well, you did such and such a thing. But maybe the reason you did that thing is because you made a mistake. Or maybe there's a bigger story behind you. And how many times have you tried to tell somebody the truth? And the whole story behind what happened? But they don't want to hear it. They just say, this is the facts. They just say, this is the facts. They say, you did this and you did that. But there's a bigger picture. So wisdom is God's truth. And the truth is always bigger than just the facts. See, God wants us to go deeper and understand truth. And God wants us to go deeper and understand truth. Because the truth is what comes from the heart. It's important that we understand why does somebody do something. And we understand the truth, then we can apply wisdom. So it's important that you understand not just why somebody does something. Or not just understand that they did something. But why? What were the underlying reasons? Because if we can understand the underlying truth, then we have wisdom. Just like we need to go to God's Word not only for truth and facts, but wisdom. See, God gives us revelation, and he gives us revelation of the word. The word may be facts, but God gives us revelation, and he adds truth to the facts. Do you understand that? Okay, okay, good. So, God says something very important in verse 15. It says, thus says the Lord God, the Holy One of Israel, In returning and rest you shall be saved, in quietness and confidence shall be your strength. This is one of the most important scriptures in the Bible. Because what God is saying is, when you return to the place where you want to know the truth, then you'll be saved. And the Hebrew word for the word rest there, there is Nakath. It means to light down. And when it says in quietness, the Hebrew word is shakat. It means to settle down and be still. It means to calm down and be not. It means to calm down and be not. It means to calm down and be not. It means to calm down and be able to calm down and be not. It means to calm down and be not. It means to calm down and be everything that you really are just doing. Продолжение следует...